Сначала как зовут Камино? Меня зовут Вероника Тронина. Я путешественница в прошлом, ну и немножко в нынешнем. Я из IT, информационной технологии, спрашиваю, люди каких-то в профессии тут присутствуют, совершенно разные люди. Тогда путь IT-шника как сюда привела? Ну в какой-то мере просто все бросила и пошла. Первая моя дорога была Камино в Сантьяго, в Испании. И он меня поразил. Поразила вообще вот эта идея, когда ты идешь по земле, смотришь, говоришь, что никогда вокруг тебя много единомышленных, как это важно. И в то же время ты можешь быть совсем один, ты можешь быть в природе, ты можешь разговаривать с городами, селами. Вот это вот общение с такими сущностями. Ну и конечно же, как только ты приходишь в Европу и смотришь действительно на эту развитую инфраструктуру, именно пути, именно пеших маршрутов, ты думаешь, а у нас, а у нас, а как можно сделать это у нас? Так думаешь, тысячи километров тайги. И так. Вот. И действительно, вот в прошлом году родилась эта идея сделать путь Ломоносова. И как-то она, честно говоря, наверное, меня вдохновляет. Некоторые безумные идеи. Вот. Но и мне кажется, тут собрались все, кого вдохновляют такие идеи. Вот. То есть нечто, что если ты начинаешь думать, то кажется, что это никогда не осуществится, а когда начинаешь делать, то... Ну и вот, да. То есть в прошлом году я... У нас было обсуждение в группе Камина де Сантьяго, Уксаллы тоже мы так это активно обсуждали и как бы подумали, что надо начать. Просто взять и все. Пять человек? Конечно, хочется больше. Нет, у нас не пять человек. У нас люди присоединяются. И вначале нашло очень много, да. И есть те, кто вот шли и сейчас просто там по каким-то делам уехали и собираются возвратиться. Пара из Америки у нас была, и они взяли билет туда-сюда и оставили свои рюкзаки с нами. Вот. Так что на самом деле нас совсем не пять. А сколько, если посчитать? Да я, наверное, не смогла посчитать, потому что люди действительно приходят. Это уже можно говорить о том, что это, ну, вот по иностранному комьюнити, сообщество. Сообщество людей, которые поддерживают, которые готовы вообще сюда прийти. И самое интересное, что готовы пройти... Смотрите, одно дело, мы тут идем в группы. Ну, можно к нам присоединиться. Это здорово. Семьевидение. А другое дело, что люди уже эту идею дороги восприняли. Они говорят, мы... Вот с нами шла девушка, и она ей пришлось вернуться. И она хочет вернуться не к нам, она хочет вернуться в ту точку, в Ярославле, да, соответственно. И уже пройти оттуда, пройти нашу дорогу, посетить наши места, честно говоря, остановиться в тех местах, где мы останавливались. То есть уже воспользоваться этой инфраструктурой и треком. Мы на месте договорились. Сколько нужно было подготовиться до того, как уже в путь выдвинешься и понимаешь, что надо где-то переночевать? Нет, смотрите, как вы уже говорили, была осуществлена подготовка. Ну, разумеется, это такая немножко высокоуровневая подготовка. Поездили на машине, поговорили. Там большая работа, вот, там вот, а вот, звонит, договаривается, узнает. Разумеется, могут быть накладки. Мало того, разумеется, могут быть участки, где вот мы не знаем, как она остановится. Ну да, решаем этот вопрос. И как бы дальше не знаем, но с Божьей помощью, с помощью людской, с помощью вообще всех нас мы делаем это дело. Спасибо.